Здравствуйте! Вы смотрите программу «Школа здоровья» и сегодня я вам расскажу о последних событиях в медицинской отрасли. Долгожданное событие. В Самаре открылся новый корпус больницы номер 10 в Куйбышевском районе. Два отделения – взрослые и детские. Они смогут принимать до 700 человек в смену. Матвей Корчагин, ему 5 лет, один из первых пациентов, пришел проверить зрение. Процедура занимает считанные минуты, точность максимальная. Любые можно тесты проверить на бинокулярность, задружественность, на косоглазие тоже проверить, астигматизм, гиперметропия, миопия. Это у нас пневматонометр, тоже требуется. Давление, да? Давление, да. Бывают такие пациенты. Авторефрактометр, кератометр, стекла. Оборудованием поликлиника укомплектовано полностью все самое современное. Понятно, что в связи с санкциями были проблемы с поставкой, но все вопросы в итоге удалось решить, в том числе благодаря импортозамещению. Хорошо. Как аппарат? Великолепный. Спасибо огромное. Мы довольны. Хорошо. Мы довольны. Мы уже пробовали, тестировали. Ну, аналогом соответствует, да? Соответствует. Вообще масштабы впечатляют. В здании шесть этажей. Общая площадь более 13 тысяч квадратных метров. Мощность 700 посещений в смену. Наконец-то открыли поликлинику нам в Болгаре. Мы очень долго этого ждали. Теперь мы нам рядышком, близко. Мы будем с удовольствием сюда ходить. Вообще, что и где обслуживались? И сейчас? Какие условия? Какая разница? Намного лучше, современнее и очень комфортно. Это большая радость. Это прям счастье, что такая поликлиника, такое оборудование, так удобно. Все для пациентов, все для врачей. Большое спасибо. Есть здесь и женская консультация. Сейчас на учете стоят больше 300 беременных. Очень приятно в такой больнице быть потоком полным. И нам очень приятно. Первый ребенок. Я вас поздравляю от всей души. Уверен, что здесь очень чуткие и профессиональные доктора доведут вас успешно до родов. Ну, а там, конечно, большая радость за себя всем и всегда. Спасибо вам. Спасибо вам за вашу привет. На третьем этаже областной гипотологический центр. Он был создан на базе больницы номер 10 в марте прошлого года. В отделении смогут получать помощь пациента с вирусными гепатитами. На приобретение препаратов уже выделено 185 миллионов рублей, но уже рассматривается возможность дополнительного финансирования. Мы вас просим поддержать нашу программу увеличения охвата. У нас вот эти деньги позволят нам пролечить порядка 800 человек. А у нас 1400 новых случаев в год. Для того, чтобы переломить ситуацию. Именно мы... То есть полное выздоровление. Полное выздоровление. Это надо делать, потому что хронические заболевания и полное выздоровление. Это протоколатика цирроза, смертельного заболевания. Рак печени. Поэтому мы вкладывая сейчас, мы на будущее обеспечиваем здоровое поколение. Хорошо. В больницу поставлено более 4000 единиц современного оборудования, в том числе ультразвуковые аппараты, рентгеновский комплекс, цифровой флюорограф и мамограф. Установлен и уникальный наркозно-дыхательный аппарат экспертного класса. Все это стало возможным благодаря нас проекту, который работает по решению президента России Владимира Путина. За такие перемены жители поблагодарили главу государства и главу региона. Всего за последние годы в Самарской области было открыто свыше 150 новых объектов здравоохранения. Мы за вами и за ним, как за горой, вот за каменной. Спасибо, что вы есть. Спасибо вам. Ну вот действительно наш проект здравоохранения позволяет нам создавать вот такие новые лечебные учреждения, новые поликлиники. Очень рад, что такое современное здание, современное оборудование здесь для жителей Куберского района. Уже работают в новом здании и психологи оказывают помощь в том числе семьям военнослужащих. С праздником. Я мама солдата, который сейчас находится там с первого дня. И жена афганца, и мама сибийца два раза. В общем, шесть лет я уже солдаткой. Так что вот мы очень хорошо пообщались. Поликлиника вообще супер. Конечно, единственное сейчас наше будет, ну не то, что видно, понятно, что это будет сделано, транспортную логистику со 116-го сюда, чтобы вы... Так, Елена Владимировна, идемте. Идемте к нам, проходите. Как выяснилось, вопрос уже был решен. Через Волгарь будут следовать два новых автобусных маршрута. 86-й со всеми видами льгот, а также коммерческий 85-й. А в Кенель-Черкасской центральной районной больнице кардинально улучшились условия приема маленьких пациентов. Там капитально отремонтировали детское отделение. Я прошлась с врачами по обновленным палатам, а также узнала, какие еще обновленные медицинские учреждения в этом районе планируют открыть до конца этого года. После капитального ремонта помещение заметно преобразилось. Красочно расписанные стены радуют глаз, и маленькие пациенты уже не так побаиваются визитов к докторам. Первый раз попали с дочкой в больницу. Ну, конечно, были приятно удивлены, потому что мы не знали даже, что, в принципе, тут был ремонт. Потом уже, когда мы заехали, оказывается, да, что и в соцсетях везде выкладывали то, что был ремонт. В коридоре очень красиво, красочно, ребенку нравится. В Кенель Черкасской больнице прикреплено почти 9 тысяч юных жителей района. Лечение и уход здесь получают и малыши, и подростки, причем с самыми различными диагнозами. Обновленное педиатрическое отделение рассчитано на 15 коек, и, как отмечают родные маленьких пациентов и персонал, условия стали более комфортными. В палатах у нас появились санузлы, ванные комнаты, то есть более благоустроенное получилось отделение. Палаты стали на две койки, то есть у нас были на три, на четыре. Сейчас меньше детей в каждой палате получается, и, соответственно, более комфортабельные палаты получились у нас. Очень нам понравилось, удобства такие все, в палате выходить никуда не надо. Есть и душевая кабина, конечно, есть специальная детская раковина для детей. Все это очень удобно, конечно. Ну и медицинский персонал, хочу сказать, вообще замечательный. В детском отделении это первый масштабный ремонт за последние 15 лет. В ходе работ полностью обновили инженерные коммуникации, отопление, водоснабжение, электрику. Отремонтировали полы, потолки и стены, закупили новую мебель. Ремонтировали в течение трех месяцев. Шли мы опережающими темпами. В 20-е этот проект 24-го года, но мы его уже закончили в начале года. По программе модернизации первичного звена в 2024 году мы должны были отремонтировать шесть объектов. Из них четыре объекта уже сданы, в том числе наше детское отделение полностью отремонтировано. И два объекта находятся на стадии уже завершения. До конца года в ЦРБ откроется обновленный операционный блок, а также офис врача общей практики в селе Березники. Всего же в 2024-м будет проведен капитальный ремонт 32-х подразделений лечебных учреждений губерния. Работа проводится в рамках региональной программы, которая является частью нас проекта здравоохранения, реализуемого по решению президента России. А теперь о медицинском чуде. Врачи больницы имени Рашевского помогли маленькому пациенту с врожденной катарактой и астигматизмом обрести четкое зрение. Микрохирурги установили ребенку искусственный хрусталик. Этот случай стал ярким примером того, как современные медицинские технологии и опыт врачей могут качественно изменить жизнь пациента. Все надежды на то, что зрение у тебя еще прибавится, и возможно будет и 8, и 10 строчек. Все же нацены у тебя есть. 80% таков показатель остроты зрения у Владислава после операции. Прежде мальчик мог видеть только 3-4 строчки и носил очки с коррекцией астигматизма. Мама вспоминает, с рождения ребенок проходил обследование и лечение в детском отделении областной офтальмологической больницы из-за врожденной катаракты. До школьного возраста состояние было удовлетворительным, но потом заболевание стало прогрессировать. Но постепенно, последние год-два у ребенка появились большие требования к нагрузке зрительной, и, соответственно, это привело к тому, что ребенок стал жаловаться активно, о том, что плохо видит, вдали. И было принято решение провести хирургическое вмешательство с коррекцией астигматизма. Когда мы пришли на операцию, у нас, можно сказать, 20% зрения было. Ну, благодаря врачам, я даже не знаю, как от Бога, наверное, сказать, мы отсюда вышли с хорошим зрением. Мы теперь можем все. Спасибо большое врачам. Прям низкий поклон. Врачи-микрохирурги больницы Ирошевского разработали индивидуальный план лечения и успешно провели операцию. Удалили мутный хрусталик и установили специальную астигматическую линзу. Особенность заключалась в том, что имплантации таких торических хрусталиков, которые корректируют астигматизм на роговице, требуют очень точного выравнивания. Ранее этот процесс выполнялся буквально вручную, на глазок. Теперь у хирургов есть цифровой помощник. Мы последние годы, благодаря программе развития здравоохранения Самарской области и тому же, какое внимание у нас сейчас в стране уделяется развитию здравоохранения и медицины. Все слышали выступления президента по этому поводу. Современное оборудование позволяет достигать совершенно других результатов. И вот в данном случае мы очень рады тому, что есть прибор, который позволяет не просто снять показания с оптики глаза, но очень четко привязать эту оптику к анатомическим структурам глазного яблока, а потом в операционной, в условиях дополненной реальности наложить на живое изображение глаза координатную сетку, по которой можно хрусталик поставить идеально по оптической оси. Ну, до этого я видел мир весь помутненный, размытый, и многие детали я не видел. Ну, до этого я думала, что так и должно быть, но после операции я стала видеть каждую пылинку, можно сказать, каждую соринку, и мир поменялся на до и после. Раньше такие операции для детей были доступны только в Москве и Санкт-Петербурге. Теперь же современное оборудование и новые методики позволяют проводить операции по замене хрусталика и врачам-офтальмологам Самарской области. Региональные власти во главе с губернатором Дмитрием Мазаровым активно поддерживают внедрение и развитие высоких технологий в медицине. Первые результаты операции можно оценивать уже на следующий день. Окончательно говорить о том, какое зрение установилось, приходится где-то через месяц после первичной операции. И то это благодаря тому, что сейчас современные технологии позволяют делать микроинвазивные вмешательства. Это означает, что срок реабилитации максимально сокращен и позволяет человеку вести полноценную общественную жизнь, заниматься спортом, заниматься любимым своим хобби. Врачи-офтальмологи областной глазной больницы продолжат наблюдение за Владиславом. Ему предстоит еще одна операция на второй глаз. И еще об успехах самарских медиков. Врачам областной больницы имени Середавина удалось спасти мужчину, который пережил клиническую смерть. Специалистам удалось возобновить его сердцебиение. Как пациент перенес длительную реанимацию, смотрите далее. В Самарскую областную клиническую больницу имени Середавина поступил пациент с диагнозом «острый коронарный синдром». Через пять минут – остановка сердца. Реанимационные мероприятия продолжались достаточно долго. Спровождались многократными повторными нарушениями сердечного ритма, что требовало изменения хода интенсивной терапии в процессе, оказания неотложной помощи в реанимационных мероприятиях. Это и дофибрилляция, разряд токов, так называемая установка временного водителя ритма, временная электрокардиостимуляция. Достаточно большие дозы специальных препаратов, стабилизирующих артериальное давление, искусственная вентиляция легких. За жизнь пациента реанимационная бригада боролась около 50 минут. Почти час человек провел балансируя на грани жизни и смерти. Скорую он вызвал поздно. До этого терпел острую боль, которая разрывала грудную клетку. Если бы он вызвал скорую сразу, когда у него начались боли, то, скорее всего, не было никакой у него клинической смерти. Мы бы его сразу взяли на стол, прооперировали и все. Не надо терпеть, когда есть боли в грудной клетке. Но сердце этого пациента все же удалось завести. После реанимационных мероприятий ему провели экспертную коронографию, в стентирование правой коронарной артерии. Установили три стента и полностью восстановили кровоток. Благодаря вот этим героическим усилиям и, конечно, как бы фортуне, в общем-то, человек выжил. И, в общем-то, в отличном состоянии. Сейчас находится 12 дней у нас провел. Несколько дней в реанимации потом перевели в отделение. Сегодня отправляется на дальнейший этап реабилитации. Восстановление, я считаю, достаточно полное. И центральная нервная система не пострадала. Огромная благодарность персоналу, врачам, медсестрам за профессионализм, за исполнение своего долга. То, что борются до конца за жизнь пациентов. Исполнять свой долг врачам помогает и современное оборудование, которое поступает в больницу по НАСПроекту здравоохранения. Это в том числе ангиографы, аппараты КТ и МРТ. В Самарской области созданы все условия, чтобы помогать пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В 16 специализированных учреждениях работают 6 региональных сосудистых центров и 10 первичных сосудистых отделений. Вы смотрели программу «Школы здоровья». Берегите себя и увидимся! Редактор субтитров А.Семкин